Наблюдал нашу землю Принял воду, напился, покушал Все это никаких физиологических затруднений не вызывает в организме Все это осуществляется точно так же, как у нас с вами на земле Небо очень интересно сразу показалось Правда, я когда летал на истребителях, то видел этот цвет неба Несколько, правда, не такой Но уже близко к этому Это совершенно черный цвет На этом черном фоне ярко и контрастно Гораздо контрастнее, чем здесь на земле В темную южную ночь можно видеть звезды Они выглядят гораздо контрастнее на небе У самой поверхности земли ярко-оранжевый ореол Затем цветами радуги переходят с оранжевого в голубой, синий, фиолетовый и черный цвет неба Причем это зрелище длилось очень недолгое время, так как скорость корабля была очень большая Сами посудите, 28 тысяч километров в час Вся планета жила в эти дни под впечатлением полета Юрия Гагарина И у каждого был один вопрос Кто же он первый? Вот что рассказывал он сам Многие интересуются моей биографией Как я читал в газете, нашлись несерьезные люди в Соединенных Штатах Америки Дальние родственники или князей Гагарина Которые считают, что я какой-то их потомственный родственник Но могу их разорчеровать Я простой советский человек Родился я 9 марта 34 года В семье колхозника Место рождения Смоленская область Гжатский район Село Клушино Своей родословной никаких князей Из знатного рода никого не знаю и никогда не слышал Родители мои до революции крестьяне-бедняки Старшее поколение Дедушка и бабушка так уже были крестьяне-бедняками Выросший в простой русской семье В юности получивший хорошую трудовую закалку Он с гордостью причислял себя к людям труда До необыкновенности обыкновенна биография первого космонавта Такую биографию имеют миллионы советских людей Говорит Юрий Алексеевич Гагарин Учился в школе Учился в ремесленном училище В городе Люберцах Московской области Затем поступил учиться В Саратовский индустриальный техникум По специальности формовщик-летейщик Но давнишняя моя мечта была стать летчиком Хотел летать И по окончании техникума в 55-м году Одновременно окончил Саратовский аэроклуб После чего был принят в Оренбургское авиационное училище Которое окончил в 57-м году И получил специальность военного летчика-истребителя Служил в одной из частей вооруженных сил Советского Союза Был включен в состав кандидатов По отбору космонавта Советского Союза Отбор этот прошел И, как видите, стал космонавтом Прошел соответствующую подготовку Которая разработана нашими учеными Подготовку прошел успешно Технику изучил хорошо И был готов к космическому полету